Приехала к нам в деревню новая учительница Марья Семеновна. А у нас и старый учитель был Алексей Степанович. Все ученики к нему бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке. Он говорит, бегите, когда Марья Семеновна? На сцене Международного детского центра Артек школьница из Капина София Сеченова. Она читает отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Делает София это эмоционально, как будто вживаясь в каждую из ролей. Это отметили и члены жюри. Как результат, София стала финалисткой на всероссийском конкурсе юных счетцов «Живая классика». Она поразила меня от своей какой-то такой отдачей, эмоциональностью. И что в основе этой профессии, нашей профессии актерской, это способность заразить зал, заразить большую аудиторию. София прошла жесткий отбор. Из двух с половиной миллионов участников финалистами стали 15 человек. Юноши и девушки от 10 до 17 лет из разных регионов России и даже зарубежья. И каждый, как признаются члены жюри, талантлив. Оценки было выставлять очень трудно, потому что, опять же, как я уже сказала, мне кажется, что у всех детей есть эта возможность развить этот навык чтения, актерского такого чтения. После конкурса члены жюри признали, что были удивлены подачей чтецов. Выступали они совсем как взрослые, как студенты театральных вузов и актеры. Софии, например, в этом помог ее преподаватель. Скопинская школьница участвует не первый раз. И после победы признается, что рада тому, что прошла не сразу. У нее появился стимул, и она с каждым разом пыталась нарастить свои знания в творчестве. Путь к успеху – это когда ты уверен в себе, ты идешь и пытаешься не отставать. Ты всегда пытаешься все лучше и лучше себя развить. Я делаю это не ради победы, а чтобы развить себя, развить свои знания и становиться лучше в театральном творчестве. Расслабляться пока рано. Сейчас София готовится к международному суперфиналу конкурса. Он пройдет 19 июня в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Там ей предстоит сразиться с профессиональными артистами, звездами кино и театра. Валерий Седов, телекомпания «Город». Город.